Как я люблю, как своё дитё. Ведь столько вложено, столько прожито здесь. Поэтому не любить нельзя свою работу. Иначе бы столько не держались. А именно 24 года. Знаменитая шашлычная на Федерации открылась в сентябре 1999-го. Фундаментом стали любовь владельца к своему детищу и признательность посетителей. Начинали с нуля. Тогда ныне популярная улица города была заполнена бурьяном и кустарниками. Конкурентов в шашлычном бизнесе практически не было. Начало вкусной истории, помнят соседи. Все, что в кафе здесь сегодня находятся, это их не старт. Они задали тему. И если говорить сегодня про то, что она сейчас пешеходная, то это был старт, дан тогда, имя. Это 90-е годы, когда они были первые на этой улице, там никого не было. Фишкой кафе стало приготовление мяса на открытом огне. За годы работы у руководства сформировалась проверенная база поставщиков. От того и цены демократичные. Крылышки стоят 150 рублей, морковка по-корейски 25. В день на запах свежего шашлыка приходит около 100 человек. Берем даже с собой шашлык, постоянно берем. То есть очень вкусный шашлык. Мы за это место, вообще замечательное место. Очень правда доброжелательные, очень хорошие. И официанты, и сами сотрудники. Нам очень нравится. Ударный труд подтверждают благодарственные письма. Их почти ежегодно получает владелица кафе Гульнара Бабаева. Однако шашлычная идиллия оказалась под угрозой закрытия. Руководство получило письмо от Министерства имущественных отношений и архитектуры. Вердикт – краток – освободить занимаемую площадь до 15 мая. Законных оснований в настоящий момент для продления договора аренды ранее действующего нет. Объясню почему. По постановлению мэра в 2000 году предприниматель получил земельный участок и отшли свою деятельность до 2015 года на основании договора аренды. В 2015 году договоры не стали продлевать, но он продолжал действовать на прежних условиях. Ситуация всколыхнула буквально весь город. Вопрос дальнейшей судьбы шашлычной подняли на аппаратном совещании в областном правительстве. Глава региона поручил создать комиссию по выработке решения относительно кафе. Сам адресант письма с постановлением о закрытии отмалчивается. Ответственные люди передают предложение прокомментировать ситуацию, как эстафетную палочку. Параллельно в новостных сводках появилась информация о возможных площадках для переноса общепита. Сейчас говорят, что нам предлагали другие места. Никаких предложений ниоткуда не поступало. Вот сейчас подписи собирают. Это не мы. Это люди, которые к нам наши посетители. Они сами попросили нас выделить им место, чтобы они могли выразить свою волю. В защиту любимого заведения вписалось уже почти две тысячи горожан. Плюс депутатский корпус. Его представители пришли на встречу со всеми неравнодушными. Здесь же ждали областную власть. Однако городскую мэрию представила только камера пресс-службы. А теперь и эти прячутся. Ну хоть ладно, через камеру будем передавать. Вообще эта позиция неправильная. С людьми нельзя так себя вести. Предприниматели здесь работают. Сейчас у нас достаточно сложное время. Вот так вот доражить. Я считаю, что это... Немножко даже не буду говорить, что это преступление пахнет. Но это уже нехорошо. Официального решения, чем именно хотят заменить кафе, нет. Предполагается, земля нужна для строительства жилого комплекса «Симбирск-Сити». Это восемь многоквартирных домов, которые расположатся в границах улиц Федерации, Королюницкого и Буинской. Общественность такие догадки взволновали. Историческая земля не выдержит вес многоэтажек. Многие вовсе сомневаются, что подобная концепция впишется в Ульяновский Арбат. Вопрос подняли в общественной палате. Меня как жителям, хотя я и не живу в центре, меня этот проект возмутил. Потому что мы все прекрасно видим, насколько Федерация узкая улица и расширить ее точно не представляется возможным. Одно дело мечтать и сделать, это совсем разные вещи. А что касается, образно говоря, шашлычки, там очень сложный грунт. В настоящее время там уровень не выше трех этажей зданий. А вообще, с точки зрения этого центра, там больше шести этажей строить нельзя. Михаил Додин добавил, проект не утвержден, градостроительный совет Ульяновска свое согласие не давал. При этом региональные СМИ опубликовали статью с готовностью город-администрации поддержать застройку. Предполагается, что один из домов может занять место шашлычной. Пока же ее судьба находится в подвешенном состоянии. Точный вердикт будет известен после 15 мая – крайнего срока освобождения владельцами кафе арендуемой площади.